Девушки отдыхают Полярные летчики, держитесь, ребята! Девушки отдыхают Февраль оказался горячим месяцем для Буффало Эйрвейс 18 килограммов Персонал спешно готовит два противопожарных СИЛ-215 для поставки в Турцию Несколько недель назад президент компании Джо МакБрайен заключил 7-миллионную сделку с турецким правительством Спасибо, спасибо, мне было приятно Но есть одно условие, самолеты должны быть доставлены в начале марта Я был очень рад, что все получилось, мы все были рады С другой стороны, нам теперь предстоит серьезная работа Маловысотный СИЛ-215 не предназначен для дальних перелетов Особенно при низких температурах Их используют в летнее время, чтобы выливать озерную воду на пожары А теперь нужно переправить их зимой через штормящую Северную Атлантику Как только ребята покинут Ред Дир на 215-х, они пересекут Канаду с посадками в Виннипеге, Монреале и Сент-Джонсе Оттуда начнется самый опасный участок перелета в Турцию 2200 километров над Атлантикой до Азорских островов, где нет ничего, кроме воды И это не спокойное озеро возле коттеджа Это открытое море с сильным ветром Вот почему механики Буффало работают без перерыва, чтобы превратить эти летающие лодки в межконтинентальные самолеты Мы вложили в это дело много усилий и времени Тщательно все изучили Будем внимательно за всем следить Готово, ребята! Ситуацию усложняет важное семейное мероприятие Моя сестра выходит замуж И свадьба Кэти будет проходить не в Ратуши, а в Лас-Вегасе Мы знаем кого-нибудь, кто уже летал в Турцию Джо сильно занят контрактом по продаже самолетов И остальные Макбрайаны гадают, будет ли он присутствовать на свадьбе Ему сказали, и он поедет И никакие оправдания ему не помогут Зато Майки с нетерпением ждет поездки Я пошел на обед, купил себе печенье с предсказанием И тут сказано, хотите приключений и удовольствий, возьмите отпуск Майки решил последовать совету Я теперь думаю только о Лас-Вегасе Но для этого нужно сделать так, чтобы в его отсутствии ничего не случилось Сегодня я буду готовить свою сменщицу Сэнди А вечером уеду в Лас-Вегас Сэнди Саттон достаточно долго проработала в Буффало, чтобы заменить кого угодно Сначала поговорим с самолетом Что спросить? В котором часу сядет? Доброе утро, Пионар Какое расчетное время прибытия? Все есть на этой связке ключей Один от билетной кассы, этот от лазарета Этот его отъезд весьма не кстати Здесь вешай замок Майки уверен, что подготовкой опасной доставки самолетов в Турцию занимаются надежные люди А сам он развлечется в Лас-Вегасе Можно взять и эти Пакуем Шапка не нужна Надпись Буффало Моя кепка Буффало Футболка Буффало Байка Буффало Даже часы Буффало Искра и льда В город света Императорский 125 Очуметь Ничего себе Вот это да Даже швейный комплект есть Черт, телевизор Да, моя сестра Кэти Майки, как ты? Как же я рада Выходишь замуж? Мне это уже сказали Господи Мы вообще родственники? Это яблочный сок Десят ближайших друзей ищут вас по всему городу Прощай, работа Прощай, Йеллоу Найф Да здравствует Лас-Вегас Что случилось в Вегасе? Останется в Вегасе Спасибо, сэр А Майки не думает о том, что происходит в Йеллоу Найф Я вырвался с севера и просто потерял голову На следующее утро у него похмелье, а ему звонят из офиса, чтобы подтвердить регистрацию Послезавтра клиент переезжает в арктический поселок Полотук Но Майки не может назвать точное время Господи, боже мой Сегодня день свадьбы Надеюсь, она не в полдень Или в полдень, или в пять Пришло время для свадебной церемонии Вот жених Вот невеста А вот и отец невесты Джо до самого конца держал всех в неведении Нет, 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 нет Берешь ли ты этого человека в свои мужья? Беру Сегодня у Кэти праздник, и мы... Мы очень хотим его отметить Поэтому все будем танцевать на столах Надеюсь, они из стекла Я так рада, что ты прилично оделся Это очень важно Макбрайны умеют веселиться Но похоже, что у Майки Сел аккумулятор Вернувшись из Вегаса, Майки узнал плохие новости Он ошибся при заказе чартерного рейса И Джо очень недоволен Мы же говорили, что не должно быть накладок с чартерами Но сколько мы уже с этим мучаемся Да, мы можем спорить до хрипоты, но ситуация не изменится Один чартер в этом месяце Но мы и его завалили Перед поездкой в Вегас Майки отправил двух лучших пилотов Буффало в Ред Дир Чтобы они были рядом с турецкими противопожарными самолетами И для чартера в полоток не осталось пилотов Знаешь, как все должно было быть? Ты вообще в курсе, почему так происходит? Это потому, что ты все время говоришь Может это, может то Если у тебя одни только может То меня это не устраивает Он сегодня не в духе 25 минут на меня орал Подает личный пример Как втоптать человека в грязь Джо сам взялся за решение проблемы А это значит, что предстоит перелет На этот раз на юг В Ред Дир в Альберте Ангар Буффало, Ред Дир, Альберта Так, ребята, выкатывайте Именно здесь пилоты Буффало Арни Шрейдер и Джастин Симли Ожидают отлета в Турцию на СИЛ-215 Это потрясающе Все очень рады Мы так давно пытались продать эти самолеты Хотя самолеты готовы Буффало еще не получило от Турции оплату за доставку В размере четверти миллиона долларов Джо сказал, что никто никуда не полетит И он в ярости От того, что Майки отправил Арни и Джастина в Ред Дир Когда нужен пилот на чартер Нужны ли мне двое? Нет Но я буду сидеть со своим сотовым телефоном И обеспечивать все рейсы, пока эти двое не улетят Мы оба оказались в Ред Дир А это значит, что кто-то где-то не доглядел Мы же говорили с Майки Я думал, что с рейсами все в порядке Думал, думал, хватит уже Довольно слов Джо берется за дело и увозит Джастина из Ред Дир Чтобы тот слетал в чартерный рейс Отдыхайте, ребята, увидимся Смотрите далее Пилоты готовятся к самому опасному перелету в их жизни 299 плюс 1 вам разрешен взлет Еще утром он был в Ред Дир в Альберте А сейчас капитан Джастин Симли Прибывает в Хэй-Ривер, находящийся в 1300 километрах в глубине северо-западных территорий Он поведет чартерный рейс на побережье Северного Ледовитого океана Работник Буффало должен уметь адаптироваться к резким переменам Я не ожидал Джастин пришел в Буффало сразу после летной школы И спустя 8 лет он не собирается уходить Это так похоже на фронтир Отсюда весь востор Это же потрясающе Что это? Джуно Его пассажир Кейт Даулинг решил резко изменить свою жизнь Кто-нибудь может это взять? А я присмотрю за собакой Хотя Кейт и родился в английском Бакингемшире Он переселился на северо-западные территории 20 лет назад Последние 9 лет он проработал в благотворительном обществе Форд Смит Я решил полностью изменить свою жизнь Прошло 20 лет и вот я уезжаю из своего дома Полотук Он покидает Форд Смит Город с двумя с половиной тысячами жителей Чтобы стать менеджером в удаленном городке Полотук С населением в 250 человек Из Хей-Ривер до Полотука 7 часов лета Но Кейт и его пёс Джуно могут никуда и не улететь На юге и юго-востоке прогноз дает 45 узлов Так что если полетим туда сломя голову То попадем в арктическую бурю Я Джастин, как дела? Хорошо Рад познакомиться Я тоже Было бы неплохо вылететь Это точно Мы можем подняться туда и... Привет, пёсик Я только что говорил с Полотуком Сейчас там ясно Но ветер крепчает А после обеда и вовсе обещают буран Да, мы знаем об этом Туда лететь несколько часов И лучше не попадать в Полотук Когда там беснуется буран Так что сегодня мы переждем Может завтра прояснится И мы полетим первыми В котором часу вы можете лететь? Так даже, когда и вы Поначалу он расстроился Даже немного обиделся Муфало Эйрвейст и летающая компания Я затеял грандиозное мероприятие Я просто хочу добраться туда и начать жить Распаковать свои вещи Этого человека можно понять Он собрался в дальнюю дорогу Решил изменить свою жизнь Даже если мы туда доберемся В такой буран Местные не приедут в аэропорт Никто не поедет в аэропорт При юго-восточном ветре Больше 15 узлов Сильный ветер, да? Он вызывает мощную турбулентность Из-за этого уже бывали несчастные случаи Юго-восточный ветер Палатука Вошел в легенды И никто не знает опасности севера Лучше, чем старый бывалый пилот Буффало Джо МакБрайен Там сильнейшая турбулентность Самолет практически неуправляем А это очень большая редкость Чтобы самолет терял управление Я это точно знаю Говорил с очень многими опытными людьми Я могу справиться с самолетом В любой ветер Но этот слишком силен для меня Инуиты, живущие в Палатуке Уверены, что это происки злых духов И Джо готов им поверить Хотите, верьте, хотите, нет Но самолеты туда не долетали Попадали в сильный ветер И разбивались Местные уверены, что это плохой знак Несколько самолетов Уже разбились при В сильном сдвиге ветра Кейту не терпится попасть в Палатук Но придется подождать хотя бы один день Мы не собираемся шутить с этой бурей Надеюсь, утром все прояснится Ну что тут поделать Да ничего А в Йеллоу-Найфу помощника грузового менеджера Дженель Гленн Особенный день Мой день рождения Мне теперь 21 год Укрылась? Дженель покатается на собачьей упряжке И все благодаря ее другу, капитану Девану Бруксу Попалую ее сегодня А потом можно долго-долго ничего не делать Поехали! Они познакомились несколько месяцев назад, когда Дженель приехала работать в Буффало Начали встречаться И до сих пор встречаемся Она живет здесь Вот и все Он просто любит меня такой, какая я есть И он умный и веселый Девану 28 лет И он самый молодой капитан Си-46 Это самый тяжелый в пилотировании самолет во флоте Буффало Он сильно отличается от всего, на чем я летал Один из самых сложных в пилотировании самолетов Я доволен тем, что стал его капитаном Это поможет мне на другой работе И Деван зря времени не теряет Я готов к чему-нибудь новому Я мечтаю стать капитаном на авиалинии И знаю, что стану Но сначала он пошел на собеседование по работе в Африке на ООН Поехать в Африку и летать там Это же совсем другое дело Я бы хотел это сделать, прежде чем перейти на линию Если он этого хочет, то я с ним соглашусь Но он точно должен знать, что хочет этого И похоже, Девану не хочется оставаться на севере Думаю, он будет скучать, если уедет Просто сейчас он этого не знает Она должна делать то, что хочет Жить своей жизнью А что будет между нами дальше Покажет время Время пришло Завтра Деван едет в Ванкувер на собеседование Хэй-Ривер, северо-западные территории В аэропорту Хэй-Ривер раннее утро Вот это кошмар И Джастину Симли, капитану чартерного рейса Буффало В поселение Полотук Не нравится прогноз погоды Ветер дует на фронте в 800 метров Ветер юго-восточный, 25 узлов Слишком сильная и видимость плохая Единственный шторм во всей Арктике Беснуется в пункте его назначения Мы пытаемся все организовать Но погода не хочет нам уступать Так что перед тем, как отправиться в Йеллоу-Найв К ним заглядывает Буффало Джо Сегодня после обеда должно проясниться А завтра и обычный прогноз дает хорошую погоду А до завтра Нормально? Да, да, работай Понял Вместо того, чтобы пережидать бурю в Хэй-Ривер Джастин решает перелететь в Норман Уэллс В долине Маккензи Это максимально сократить дистанцию до Полотука Если долетим до Уэллс, то оттуда придется лететь Не 6-7 часов, а всего 2 часа Так что мы вылетаем Джастин дает второму пилоту Шону Берри Добро на предполетную подготовку самолета DC-3 начал перевозить пассажиров в 30-е годы Он доказал свою надежность в различных условиях На войне, на неподготовленных аэродромах На джунглями, пустынями и тундрой После суточной задержки пассажир Кейт Даулинг рад наконец-то вылететь Ну хоть куда-то сегодня полетим Ко мне, я тебя привяжу Капитан говорит, что там мы будем намного ближе к точке назначения Как только появится просвет, сразу в него проскочим Он был рад сдвинуться с места Выбраться из Хэй-Ривер и оказаться ближе к новому дому Этим чартерным рейсом наш британец перевезет свой дом В маленький инуитский поселок на берегу Северного Ледовитого океана Все, кого я знаю, считают, что я тряхнулся Если решил уехать в полоток Но я не хотел ехать туда один и решил забрать с собой собаку Ей это не понравится Иди сюда Молодец Не убегай Не убегай Джуно, ко мне Может, она нервничает и ей нужно в туалет Иди сюда, Джуно Джуно, сюда Наверх Помоги мне Смотрите далее В противопожарных самолетах все работает Но возникает новая проблема Я даже не знаю, что сказать Нужно заталкивать их в ангар До Yellowknife дошли хорошие новости Менеджер полетной деятельности Буффало Майк Хендли узнал, что получена предоплата от турецкого правительства Теперь противопожарные самолеты могут вылетать Мы оформили все бумаги И предупредили ребят в Red Deer Но они пока не летят Перед шеф-пилотом Арни Шрейдером возникло новое препятствие Я даже не знаю, что сказать Нужно заталкивать их в ангар Я же отправила вчера расписание До понедельника мест нет Они не смогут покинуть Red Deer Пока Сэнди Саттон в головном офисе Не найдет Виннипеги ангар для CL215 Это их первая остановка на канадской части маршрута Хорошо Хорошо Спасибо, пока Это был Арни Он там главный Спорит со мной Кричит, что им нужно лететь А я говорю ему, что я не волшебница Ему нужны два места в ангаре А я не устаю ему твердить, что не могу найти эти два места По щелчку пальцев Говорит, что нет Она продолжает искать Арни обсуждает вопрос с главным механиком Кори Доддом Одного мало, нужно загнать оба Иначе придется полдня прогревать Да Эти самолеты предназначены для полетов в летнее время года А мы их погоним зимой Обычно 215-е летают летом и тушат пожары Эта маловысотная летающая лодка Может засосать 5 кубометров воды всего за 10 секунд Поехали Чтобы доставить самолеты новому владельцу в Турции Арни вынужден лететь на них в феврале Но это не всепогодные самолеты 215-е уязвимы к низким температурам Эти самолеты нельзя оставлять на холоде Чтобы они работали, их нужно держать в ангаре У вас найдется местечко для пары сил 215? Если Сэнди не сможет найти два ангарных места, чтобы загнать самолеты в тепло после первого перелета Они вообще никуда не полетят Все забито на 95% У некоторых есть место для одного самолета, но нет места для двух До окончания срока поставки остается 21 день И эта сделка может оказаться под угрозой срыва Друзья Кейта Даулинга считают его сумасшедшим Но пути назад нет На борту DC-3 он перевозит свою собаку Джону и все свои пожитки в отдаленную инуитскую деревушку Полотук В которой живет 250 человек Это просто незабываемый опыт Один мой друг сказал мне взять с собой пластиковый пакет Эта вещь точно мне пригодится, если меня начнет тошнить Или если я захочу помочиться Сходить по большому Или просто выпрыгнуть из этого самолета Чтобы добраться до промежуточной остановки в Норман Уэллс Понадобится 5 часов Кейт идет в кабину, чтобы поболтать с капитаном Джастином Симли Ну, как ты себя чувствуешь? Действительно хочешь переехать в Полотук? Ну, конечно, я... Я прожил 20 лет в Форте Смит Так И теперь я оставил позади всех людей, всех своих друзей и весь комфорт Конечно Летом в Полотуке очень красиво Все покрывается зеленью Каждый раз, когда я туда прилетаю, меня очень тепло встречают Думаю, тебе понравится там жить Если сможешь иногда оттуда выбираться Да, мне нужно будет уезжать по делам Ну и на прием к психиатру Да, если проживешь там пару дней и захочешь вернуться, позвони нам Мы тебя заберем Не иди в Форд Смит пешком Хорошо Кейт не собирается оттуда сбегать Он хочет устроиться и жить там Самый молодой капитан Буффало Девон Брукс готовится произвести впечатление в Ванкувере Сегодня день Святого Валентина Но вместо того, чтобы быть дома в Йеллоу Найф со своей девушкой Джанель Он поехал на собеседование в авиакомпанию, которая летает для ООН в Африке Это Большой 747-й Он ничего не сказал в Буффало на тот случай, если все пойдет не по плану Можно все провалить, просто сказав глупость Им может не понравиться мой характер Или это окажется не то, чего я желаю А в Йеллоу Найф Майке уже злится на него Он сбежал посреди недели на два дня и ничего не объяснил Просто сказал, что хочет два выходных Обычно это означает, что человек едет на собеседование Я не говорю, что Девон это делает, но я уже сталкивался с таким Не нужно, чтобы они знали о моем уходе до того, как я соберусь уходить После двух лет на морозном севере Девон ищет что-нибудь новое Я с радостью сменю зимние штаны Марку Бобровую шапку А костюм с галстуком и пару туфель И сделаю это довольно скоро Я очень хочу эту работу Она станет вехой, так же, как и Буффало А пока Девон старается не думать о том, как работа в Африке повлияет на отношения с Джинель Он все делает последовательно Высоко над долиной Маккензи Джастин и Кейт уже обдумывают следующий шаг Думаешь, мы сможем пролететь сегодня весь маршрут? Я надеюсь на это Тяжело сказать, потому что в полотоке никто не берет трубку Мне не очень нравится, когда в аэропорту никого нет 95, 107, 750 и снижаемся После пятичасового перелета они прибывают в поселение Норман Уэллс Джастин должен проверить погоду в полотоке Возможно, там все прояснилось, и они смогут продолжить полет А у Кейта и Джуно свои неотложные дела Моя собачка говорит, что ей нужно в туалет Джуно Хорошая девочка Кейт надеется, что это просто короткая остановка Кейт, дружище Никогда не был на диспетчерской вышке Привет, диспетчер Кейт переезжает в полоток Очень медленно Вот погода в полотоке Сильный ветер, 27 узлов Так Слишком круто, чтобы туда соваться Но он успокаивается, скорость снизилась до 20-30 узлов Но не похоже, что он успокоится сегодня Так что... Полетим завтра утром? Очень рано? Да, на сегодня все Попробуем завтра утром Теперь нужно найти ночлег Хорошая девочка Смотрите далее Джастин и Кейт ищут себе пристанище Прямо город-призрак Но остаются на улице Yellowknife Северо-западные территории В Yellowknife Джанель Гленн ждет новостей от своего друга Девона Касательно его собеседования Ее сосед и второй пилот Буффало Скотт Блу Вспоминает ее приезд в город Она приехала Но перед этим ее тетушка мне все уши прожужжала Что я познакомлюсь с ее племянницей Которая вот-вот приедет Что она молодая и красивая Но я тогда уехал в отпуск А когда вернулся Девон уже застолбил участок Но именно Скотт остался с Джанель В день Святого Валентина Правда, ее мысли витают где-то далеко Я позвоню Девону Узнаю, как прошло собеседование Надеюсь, он ответит Или отключит телефон, если он еще занят Девон, привет, это я Хотел узнать, как твое собеседование И что ты делаешь Люблю тебя, пока Собеседование закончилось И Девон стоит перед выбором Они дали мне пищу для размышлений Работа в Конго, Судане или Уганде Одно из трех Я рад, конечно, но мне нужно все обдумать И я уже в процессе У него будет четыре часа в воздухе Чтобы хорошенько поразмыслить И всего пара минут перед тем, как он все расскажет Джанель Он получил работу Но не сказал, на каком самолете И он не очень-то доволен Я думала, он обрадуется Африка далеко от Йеллоу Найф Прогуливаясь по улицам Норман Уэллс Джастин, Кейт и экипаж Узнали, что в городе всего пара отелей Город-призрак Я никогда здесь не был зимой И ни один из них сейчас не работает Что будем делать, шеф? Где следующий? Километра полтора по дороге Нужна попутка Наконец, после тяжелых поисков Успех А тут уютно Действительно Ну, вот так Не очень-то много за 229 долларов Во всех остальных отелях, куда мы ходили Даже обед не подают, потому что сегодня суббота Что ж, в этом есть смысл Зато они подают ужин, но меню сегодня только одно Это меню Святого Валентина Они накрыли столы, и там ужинали разодетые парочки в своих костюмах И тут заходим мы в своей рабочей одежде Провонявшим маслом, бензином и котом Это было весело Пое здоровье Приятно было познакомиться, Кейт? Да, ваше здоровье В день Святого Валентина я бы предпочел быть в другом месте Сейчас они улыбаются Но радость пройдет, если они и завтра здесь застрянут Наступил новый день У Джастина и экипажа DC-3 появился шанс доставить Кейта и его собаку Джуно в их новый дом в Полотуке Я посмотрел погоду Фронт расширился с 2,5 километров до 12 Шторм над крошечным инуитским поселением на берегу Северного Ледовитого океана успокаивается Возможно, это окно, которого ждал Джастин Условия не идеальные, но лучше, чем вчера Можно попробовать Надеюсь, мы поднимемся в воздух и доберемся до Полотука Буффало 7-1-5, 2-1-2-6-7 Мы летим в Полотук Похоже, все в порядке На этот раз 2,5 тысячи Кейт может кинуть взгляд на Полотук, где начнется его новая жизнь На полосе ничего нет Естественно, мы сделали круг над полосой, чтобы убедиться, что она в порядке Ее недавно почистили Я смог кинуть взгляд на городок Больше я ничего не видел Кейт осознал, что за жизнь ему предстоит здесь Надеюсь, я полюблю Полотук И полюблю жителей Полотука А они полюбят меня Это было бы здорово Проверка 75 на 879 Все в порядке Неплохо, здесь довольно спокойно Да-да-да, сейчас выйдем Ко мне Надеюсь, я смогу выгрузиться Эй-эй, Джону Я Кейт Местные жители выходят, чтобы поприветствовать вновь прибывших Приятно познакомиться Приветствую в Полотуке Как зовут собаку? Не прыгай, собаку зовут Джуно Спасибо, ребята И тебе спасибо Отлично Звони, если что Очень интересные 4 дня Да уж, даже 5 дней Молодцы Держись До встречи Береги себя Да Приехали Это тоже в спальню Он немного нервничал, но был рад, что наконец-то добрался туда В этом весь север Это новые люди, новая жизнь Немного приключений Это последний фронтир, поэтому мы все здесь Задание выполнено Джастин слетал к замерзшей границе Северного Ледовитого океана Сейчас его мысли возвращаются к следующему заданию Это будет еще более опасный перелет через Атлантический океан в Турцию Мы сделали свою работу, и мозг тут же переключился на Турцию Это следующий пункт Смотрите далее Теван возвращается домой, приняв решение Yellowknife, северо-западные территории Возвращаясь в штаб Буффало в Yellowknife Капитан Деван Брукс изменил свои решения касательно работы в Африке Собеседование прошло успешно, но на обратном пути я все обдумал Эта работа не для меня Лучше останусь в Канаде Думаю, ему было тяжело отказаться от этой работы Но он еще не готов уехать отсюда Я рада, что он решил остаться Я счастлив Не так уж сложно отказаться от работы в Африке Не знаю, это не для меня Деван никуда не поедет Пока Так же, как и Джанель Ред Дир, Альберта Вот мы и приехали в Ред Дир После чартерного рейса к Северному Ледовитому океану Капитан Джастин Симли присоединяется к экипажам Буффало, летящим в Турцию Господи, они снова его загнали Ну ладно Согласно договору, у Буффало осталось три недели на доставку самолетов Проблема в том, что они не могут найти для них ангар на время остановки в Виннипеге Если не найдем ангар, то Мы не можем оставить самолеты на морозе Если заводить их холодными, то двигатели запустятся Но повредятся замерзшие маслопроводы и радиаторы на крыльях В этом вся проблема Майк, можно Сэнди? Спасибо Джастин сразу же берется за трубку Он звонит Сэнди, чтобы узнать, что там с ангаром Сандра, привет, как ты? Я слышу, ты там работаешь Ну что у нас? Есть надежда? А ты упорная Ладно Спасибо Арни? Есть ангар в Виннипеге? Есть? Да, хорошо Один возьмет Эйр Кеннеда? Хорошо Элли Вестер? Элли Вестер не знает, смогут ли Если не смогут, Эйр Кеннед возьмет второй Потому что в полночь уходит их самолет, и они нас запустят Хорошо Ну что? Поначалу было плохо, но потом все наладилось Так здорово, наконец-то, вылететь Перелет двух самолетов в Турцию съест 60 тысяч литров топлива Но турки заплатили, и у Буффало Джо есть деньги на бензин 32 тысячи Они у меня Нужно вернуться в аэропорт и разделить их между парнями 30 тысяч в кармане – это слишком много для одного человека Если он их потеряет, остальные на него разозлятся Так что каждый получит по 4 тысячи Не потратьте эти 4 тысячи, они на бензин Не прогуляйте Будем жечь на плоту, чтобы согреться Ребята шутят об опасностях, но к этому перелету нельзя относиться легкомысленно Северную Атлантику очень тяжело пересечь в это время года Там дуют сильные ветры, которые затрудняют перелет И температуры опускаются ниже 30 или 40 градусов Погода – очень важный фактор при таком перелете Все должно быть в порядке Если что-то будет не так, ситуация может очень быстро ухудшиться Джастин полетит с Арни Второй самолет поведут Дэйв Пул из Реддир и Джордж Фьюри из Ньюфаундленда Пойду налью горячего кофе Сюда приехал грузовой менеджер Келли Юрасевич Ну, привет Она приехала из Елонаев, чтобы пожелать ребятам счастливого пути Неплохо бы выпить, дорогой Келли проработала в Буффало больше года За это время она крепко сдружилась с шеф-пилотом Арни Шрейдером Ему 66, но он мой друг Когда я приехала, он взял меня под опеку Он один из моих лучших друзей, мне очень повезло Привет, я Келли, Дэйв Пул Келли захотела лично попрощаться с Арни и экипажами Приятно познакомиться, и мне приятно Это тяжелый перелет для Арни, он ведь в таком возрасте Я волнуюсь Ты выглядишь таким расслабленным? О, да Я думаю, он волнуется, но... Не показывает это остальным Арни? Удачи в полете Ребята, удачи вам всем Я рада, что успела сюда до того, как вы взлетели Всего пару дней назад Джо снимал стружку со своих пилотов Но сейчас он радуется подобранному для этого дела экипажу Я оценил все черты и особенности этих ребят Не думаю, что можно было бы собрать лучший экипаж для той работы, которую нам предстоит сделать Парни, я буду скучать Да, как же будет он скучать Смотрите далее Трогательное прощание Будь осторожен, конечно С экипажами противопожарных самолетов Сил-215 Сил-215 необходимо доставить в Турцию в течение трех недель Экипажи «Буффало» готовятся к главному перелету в своей жизни Первый самолет поведут лучшие пилоты «Буффало» Арни Шрейдер и Джастин Симли Мы с Джастиным много летали вместе Пару лет он работал со мной на 215-х Так что для нас это вполне привычно Их бортмехаником будет Кори Дотт Механики Норм Бёрн и Мэтт Белланжер полетят на втором самолете, который пилотирует Дэйв Пул и Джордж Фьюри Для нас это настоящее приключение Потом заберем Келли Юрасевич остается Ей тяжело дается прощание Пока Будьте осторожны Ну конечно, я тебя люблю Мы будем осторожны Люблю тебя Мы все будем переживать, пока они не перегонят эти самолеты Им предстоит долгий перелет Очень долгий Улыбочку Привет Да, я слышу С моей стороны чисто Тигр 299 плюс 1 Мы готовы выруливать и взлетать Тигр 299 плюс 1 Ждите на Чарли Меня обеспокоит перелет Арни и Джастина в Турцию Я считаю их очень смелыми ребятами Надеюсь, что все будет хорошо Вперед Можешь развернуться и встать передо мной 3-0-2-4 Ждем перед полосой 3-6 299 плюс 1 Планирование и подготовка завершены Наконец, пришло время взлетать Вышка, подтверждайте взлет 299 плюс 1 Тигр 299 можете взлетать После взлета поворачивайте вправо Поехали! Шасси Полетели 150 Убрать закрылки Убраны Следующая серия полярных летчиков Федеральное агентство Приостанавливает работу Буффало Вот уведомление о приостановке полетов Молодой пилот Роман должен принять судьбоносное решение Я запутался Которое может расстроить планы его друга Джереми А экипажи противопожарных самолетов Сталкиваются с опасностью во время зимнего перелета над Канадой Мы не видим, что там впереди Все замерзло Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Перевод Дениса Трофимчика Текст читал Роман Антонович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин